Не видела и в руках не держала, и не знала, когда его привезут. Всем привет! Сижу на УЗИ. Время, наверное, около 5 утра. Сегодня встала в 3 ночи от того, что как-то странно себя почувствовала, и походу у меня отошли воды. Поэтому заражаем мы сегодня. Я должна была лечь через 2 дня в больницу, а еще через 2 дня должна была быть плановая операция. Но легла в больницу я сегодня ночью и поступила. Плановая операция, точнее, уже скорее больше экстренная. Планируется уже сегодня, через пару часов. Кому это выгодно? Думайте сами. Вот и все. Всем привет из палаты реанимации. У меня тут датчики. Наверное, это сердце измеряет. Сатурация. Аннигилеторная пушка. И давление. Каждой там, не знаю, сколько-то минут. Он проверяется. Тут на экране все показывается. А вот такая тут любая крючка. Чтобы пить или не разливать пешь через чайничек. Нам кошку принесли. Сейчас поедим. И того родился малышу. Восемь, пятнадцать. Сейчас два. Двадцать пять. Сейчас поедим. Потом попробуем вставать, ходить. Где идти вечером. Планируется вообще-то уже быть дееспособной мамой. Вот так. Мой обед. Супчик рыбка. Ой, то смачно, наверное. Ну а пока Вероника в больнице, я тут с детками сижу. Кстати, мы с Миланой нашли кое-что интересное. Все вы знаете, что Милана очень любит снимать и монтировать влоги во многие наши социальные сети. Чем больше мы погружаемся в монтаж, тем больше тонкостей узнаем. Кстати, недавно мы думали о создании нового сайта. И Милане тоже это интересно. Как это все делается. Она вообще хочет сама все попробовать. У нее есть большой интерес. И, конечно же, ей нужно с этим сейчас помочь. Развиваться. Тем более, это IT-сфера. А такие знания всегда пригодятся. Вот вы бы хотели, чтобы ваш ребенок поступил в какой-нибудь топовый вуз страны и стал IT-специалистом. Я рекомендую онлайн-отделение школы программистов МШП. Именно тут учат детей программирование онлайн. А главное, это совсем не курсы. Тут все серьезно. Это настоящая школа программистов. Тут дают знания и практические навыки для профессии. Занятия проходят в специальных увлекательных вебинарах. Самое крутое, что здесь никаких скучнейших лекций. Только практика на реальных IT-проектах. Помимо основного обучения, в онлайн-отделении доступны более 30 спецкурсов, включая узкие дисциплины. Комбинаторика, искусственный интеллект, веб-разработка. Кстати, как раз Милане пригодится. А ученики поступают в лучшие вузы страны. Сдают ЕГЭ по информатике и математике на 85 с плюсом баллов. Друзья, скорее оставляйте заявку на обучение. После регистрации каждый из вас получит бесплатно курс английского языка в подарок. Набор уже идет, он продлится до декабря, поэтому советую поторопиться. Количество мест ограничено. Ну, тем более, что по нашему промо-коду Family будет 15% скидка на первый месяц обучения. Хочу еще дополнить, думаю, что это важно. Тут есть возможность оплачивать обучение материнским капиталом плюс возврат МДФЛ. Переходите по ссылке прямо сейчас, оставляйте заявочку и начинайте обучение. Все, я хожу, сижу-лежу. Я опять сижу. Вот, я, в общем-то, перешла уже с реанимации в обычную палату. Не совсем в обычную. Это апартаменты индивидуальные. Мы взяли их, потому что, чтобы Дима мог сегодня переночевать с нами и с малышом. Это единственный вариант, который стоит, безусловно, дороже. Вот, сейчас покажу вам, где мы жить будем. Следующие дня три-четыре-четыре. Оно, получается, двухместное, двухкомнатное. Я, кстати, буду тупить. У меня еще наркоз не отошел. Вот, там, мы просили, там, там, то, там, то, 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 то. Прямо, после, и все. Могу ли что-нибудь не то говорить. Ну, тут, получается, вот такая комната а-ля кухня гостинная. Я так понимаю, Диме придется спать на этом диване. И он, ну, прям, очень твердый. Здесь у нас душевая кабина. Здесь у нас санузел. Такой вот. А здесь у нас, получается, моя комната. Сейчас еще ребенка привезут, наверное, в этом. Люльки, как у них, больничные. Вот здесь буду я спать. Пеленальный комодик, к слову, как у нас дома, по-моему. Мне кажется, один в один причем. Вообще, так мило. Ну, почти один в один. Вот такой вот пеленальный комодик. Сюда нашего малыша будем ложить. Уже жду, не дождусь, я его еще не видела. Просто, чтобы вы понимали, время 8 вечера. Я еще ребенка не видела и в руках не держала. И не знаю, когда его привезут. Наверное, через какое-то время привезут в руках. Тут есть инвиза, кажется, из отсеков в апарт. Можно даже посмотреть. Преклама. Вот так вот. Вот так вот. Техника дошла. Вот нашла как раз, что у нас вот такая вот ситуация. И позвонить по номеру можно. И узнать все вопросы, если что. Сейчас буду звонить, спрашивать, когда ребенка принесут. Короче, слушайте меня сюда. Мы вас не боимся. Вот такие мы сладкие. Вот такие мы сладкие, да? Мальчик мой. Скажи, а тут ты не спрячешься, да? Так и лежим. Да. Так и лежим. Папа наш ушел. Будем, скажи, теперь без него тут. Пару дней. Ну ладно, ничего страшного. Пару дней, а потом пойдем, поедем папе домой. И к Милане с Данечкой. Вот так вот. А я сижу чаю пью. А Матюша все сидит и, точнее, лежит и пытается грызть себя. Или еще что-нибудь. Ну, Масик. Нам поставили первую прививочку сейчас только что. Сказали не накрывать. Почти не пляг. Ну, зато сейчас уже готов повозмущаться. Повозмущаться тут готов. Да, моя сядочка. Ну так мы Масико переодели. Теперь у нас такой вот рягусенок тут есть. Да. О, которого кормить надо. Ну что, расскажи немножко о новостях. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Сегодня были врачи. У нас сегодня, получается, третий день, наверное. Были врачи, которые сказали, что сына могут уже выписать. А вот меня еще нет. Вот что значит молодость. Да, зайчик. Я даже не могу встать сейчас. Мне нельзя в том, что капельницы. Чтобы капельницу поставить, у меня сегодня уже не одну дырку сделали. Вот такие у меня вены не очень хорошие. Еще с больницы детства вены попрятались. И приходится каждый раз искать. У меня теперь вся рука просто в дырках. Пожем покажу. Короче, сейчас итог такой, что лежим, ждем, когда же. У меня сейчас прокапывают анализы. И, в общем, ждем, когда меня можно будет выписывать. Потому что малыша выписывать можно. А меня еще пока нельзя. Как же хочется домой. И поэтому пока непонятно, выписка у нас завтра или послезавтра. А мы теперь даже не знаем, что делать. Вообще, как вообще это все спланировать правильно. Всем доброе утро или добрый день. Я даже не знаю, как это сказать. У нас уже следующий день. И мы сегодня потихоньку готовимся к выписке. Да, Матвеюшка лежит у нас такой сладкий, готовится. Здесь, в этой поликлинике, в этой больнице, в которой я нахожусь. Это, кстати, институт имени Кулакова. Это, собственно, просто. Если интересно, есть такая возможность получить свидетельство о рождении и сразу не выезжает. То есть я вчера собрала все документы, подала заявление. И сегодня мы сейчас перед выпиской свидетельство о рождении малыша уже получим. Я сейчас беру свидетельство. Потом мне надо будет пойти взять подарок. Подарок от Москвы на рождение малыша возьму. А потом, если вам интересно, сделаем распаковочку. Пишите в комментариях, кто хочет распаковывать. Несколько разных ручек. Прозрачную пластиковую коробку. Скотч. Ножницы. И сегодня ждем уже нашу реписку. А это у нас зона в выписке. Совсем чуть-чуть сюда приедет папа. Документы я уже получила. Совсем немножко приедет наш папа. Будет нас тут встречать. Вот отсюда будем уходить. Вот там он зайдет. Ну, короче. Жди нас дома, семья. Миланка с Данькой будем ждать дома. И вообще, в принципе, народу не будет на выписке, потому что запрещено. Из-за ковидных ограничений. До сих пор ковидных. Здесь разрешено на выписке присутствовать только одному человеку. Поэтому мы, собственно... А так как у нас вообще, в принципе, Малыш решил родиться вообще не в ту дату. То есть у нас бабушки, дедушки не живут с нами в Москве. Они взяли билеты. Они должны были приехать по плану тогда, когда у нас вот... У нас должна была быть дата операции. Они через два дня после этой даты взяли билеты. И все было продумано, просчитано и так далее. Но... Ты недооцениваешь мою мощь! Матюша решил совсем иначе. Он решил сам по-своему. Вот. И поэтому я родила намного раньше, чем вообще все приехали. Мне даже встречать особо некому. Это печально. Дети ждут дома Миланка с Данькой. Папа нас заберет. Так что все. В семейном узком, но теперь уже не таком узком кругу. У нас теперь многодетная семья. Вот. Поедем домой. И даже будем там ждать всех бабушек, дедушек. Они приедут туда нас поздравлять. Маша, да, мамочка? Да, да, дочь. А дай петь тут к нам. Да. Находите сюда. Так. Вставайте вот сюда. Отлично. И еще раз этих малышечков условно. Улыбнул с ним. Выписка в разгаре. Мы в машине и едем домой. Вот так вот. Сейчас поедем деток встречать. И точнее детки нас будут встречать. И посмотрим, как они будут реагировать. Я надеюсь, радостны. А на улице максимально нерадостная погода. И вот если кто-то выписывается, то вот так вот толпой стоят просто на улице и ждут. И все. У нас в семье принято такое праздник. Когда у кого-то в семье есть рождение, кто-то остальной получает еще подарки. В основном детки. Тоже это интересно. У нас произошел день рождение у малыша. Поэтому мы приготовили с папой для детей небольшие подарочки. Просто как в семье сувенирчики. Для того, чтобы детки порадовались. А, детки какие-то. По-другому. Это чё, палетка? Чё, реально? Это что, мой брат? Неожиданно. Мне кажется, все уже реально. Аккуратно. Аккуратно. А, детки. В таком даже не надо. Да. Вот. А, юзер? Ну, это что? Ммм, это такая вот эта? Такие два. И блестки? Я бы не хотелось бы сделать. Я бы не хотелось бы сделать. Да. Да. Самое, что мне понравилось, интересно. Собирать, у нас прицел есть. Да, тут есть прицел. Только я не знаю, куда это. Мам, ты круглевый, тоже. Это лазерный прицел. Так, хорошо. Где он? Здесь. А, в батарейке. А, нет. Вот, вытащи. О, внутри светит. Да. Круто. Да, это лазерный прицел. Ну, как тебе? Хорошо. 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 Вот. В общем, мы уже дома. Радуемся тому, что мы дома. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. На этом мы будем прощаться. Пока-пока. Пока-пока. Ты опять не снимаешь? Снимаю. Пока-пока. Всем удачи, ребятки. Привет, малыш. От улыбки твоей на планете светлее. Привет, малыш. Ты пришел в этот мир, и мир стал добрее. Привет.